Друзья, всем привет! В игре появилось новое испытание с мега-колодой с отличными призами. За его прохождение мы получим 2 раза по 100 случайных обычных карт, 3 раза по 20 случайных редких карт, 3 раза по 10 случайных эпических карт и одну абсолютно уже определенную легендарку. Это мега-рыцарь, топовая легендарка, особенно на низких кубках, поэтому очень рекомендую пройти это испытание. Ну а лично я проходить его буду уже опробованной мной многократно колоды, она сейчас на ваших экранах. Немного адаптировал я ее под текущую мету, в частности взял элитных варваров и взял воздушный шар в эту колоду. Получилось у меня дека из 4 заклинаний, 6 противовоздушных карт, 1 карты здания, 1 карты для цикла, это дух исцеления, 3 наземных защитных карт и 3 атакующих карт. Вы же можете собрать деку под свой вкус, под свою прокачку и под любимые свои карты, но при этом пропорции я рекомендую соблюдать, то есть у вас должно быть достаточное количество защитных наземных карт и то же самое достаточное количество противовоздушных карт и тогда вы с легкостью пройдете это испытание. Сделать нужно 9 побед, первые 4 победы я сделал вне видео, счет пока 4-0 и мы начинаем смотреть катки из этого испытания уже с пятой игры. Атакует мой оппонент с королевскими кабанами, но у меня в колоде присутствуют элитные варвары, элитные варвары замечательно зашли в эту деку, дека стала только сильнее. До этого я в этой колоде в испытаниях с мега колодой использовал мини пеку, а не элитных варваров, но в силу того, что в текущей мете элитные варвары очень хороши, я решил взять их в свою колоду. Но вот теперь у меня проблемы, атакует мой противник с королевскими рекрутами, отдает заморозку, заморозка на самом деле здесь очень невнятная, можно сказать 4 единицы эликсира он просто выкинул в никуда. Ну и я решаю, что противник потратил большое количество эликсира на спарки, а это значит, что можно попробовать проатаковать по противоположной стороне с воздушным шаром и бочкой со скелетами, именно это я и делаю. В итоге эта атака за один заход сносит вышку моего оппонента и я начинаю лидировать в этой игре. Несколько советов по игре данной колоды, в первую очередь заклинания используем на те карты, которые стоят использование заклинаний, как бы это странно не звучало, то есть мы можем отдать, например, яд в трудно убиваемую карту дальнего боя нашего противника, карту поддержки, это может быть либо магический лучник, либо огненная лучница, в общем те карты, до которых нам сложно будет добраться без использования наших заклинаний. То же самое касается и фейербола, но при этом, если в колоде противника присутствует кладбище, то, конечно же, лучше будет сохранять яд именно на защиту от кладбы. Хотя в этой колоде и так достаточно карт, с которыми можно будет защититься от атак с кладбой, если противник будет подобным образом атаковать. При этом, ребят, еще раз подчеркиваю, можно заменять карты из этой колоды, безусловно, заменять, например, какую-то ненравящуюся вам противовоздушную карту на ту карту, которой вы привыкли играть. Можно будет также заменить тех же самых элитных варваров, например, на Пеку или на Мега-рыцаря. В общем, подбирайте колоду под себя, друзья, это лишь вариант той колоды, которой проходил я. Только учтите то, что в вашей колоде должно быть достаточное количество противовоздушных карт, карт наземной защиты, ну и желательно, конечно же, карта здания, также в колоде пригодится она. То же самое касается заклинаний, вы можете брать заклинания под себя, какими вам удобнее играть. Единственное, что я бы не советовал брать в эту колоду ракету, так как тяжеловато получается. Ну, молнию можно взять, но тогда надо будет либо яд, либо фаербол заменить на стрелы, то есть брать молнию и стрелы вместо яда и фаербола в эту колоду. Также тогда надо будет убрать из этой деки либо бревно, либо варварскую бочку. Ну, в общем, смотрите сами, я думаю, вы разберетесь и без меня. А у нас уже счет 5-0, и следующий противник, начинается игра с того, что закидывает фаербол в моего магического лучника, все правильно делает. Я же отдал яд в его подрывника, и пока такая достаточно пассивная игра. Из глубины выставляет он варваров, и я понимаю, что у него такой же принцип колоды, как у меня, точно так же фаербол бейтовая колода. Ну и сразу же мой противник начинает атаку из глубины с всадницы на баране, добавляет еще темного принца в эту атаку. Нужно было мне застопорить всадницу, сделал я это при помощи бревна, ну а далее моя хижина варваров полностью сама справляется с этой атакой. Перехожу я в контрнаступление с бочкой со скелетами, но у моего противника в колоде оказывается маг, и маг, конечно же, хорошо справляется с этой атакой, правда, его вышка все равно получает урон. Также еще одна неприятная новость, в колоде противника присутствует еще и мега рыцарь, огромное количество сплэша в его деке, это, конечно, неприятно. И будет сложно в этой игре, мне уже понятно сейчас, что будет достаточно упорное противостояние. Далее противник немножко не успевает выставить принца, и в итоге я защищаюсь от этой атаки элитными варварами. Но проблема заключается в том, что у противника скопились еще мини-генераторы на поле боя, ну и я отвечаю на это своими мини-генераторами и своим магическим лучником. Правда, должен еще докинуть я в варварскую бочку. В итоге я понимаю, что нахожусь в минусе по эликсиру, и поэтому, конечно, ни о какой атаке речи быть не может. Если бы я сейчас пошел в атаку с воздушным шаром или королевскими кабанами, то наткнулся бы на очень сильную контратаку, от которой навряд ли смог бы защититься. Поэтому просто терпим, противник закидывает фейербол и разряд моего охотника, а это значит, что его теперь можно попробовать проатаковать. Правда, к сожалению, в колоде противника присутствуют варвары. Варваров, кстати, в эту деку также можно взять, это также фейербол бейтовая колода. Ну а вот теперь у меня проблемы. Надо принимать атаку с всадницей на баране, и делаю я это при помощи хижины варваров. Ну а далее противник добавляет еще огромное количество атакующих карт. Вынужден я здесь скидывать яд в защиту, ну и добавляю рыбака. В итоге справляюсь с этой атакой, небольшой урон моя вышка получает, но в целом ничего страшного. Страшно лишь то, что я снова нахожусь в позиции отстающего по эликсиру. Очередной раз мой противник выставляет мага на поле боя. Кстати, ребят, мага в свою колоду также можно будет взять, если у вас будет фейербол бейтовая колода, то есть с принципом выманивания тяжелого заклинания, как вот сейчас у меня, например, колода с большим количеством карт, которые контрятся фейерболом. То есть, по идее, вы одну из противовоздушных карт можете заменить на того же мага. Одну, например, наземную карту защиты вы можете заменить на варваров, и эта колода также будет продолжать неплохо работать. Ну а здесь у меня проблемы, надо будет защищаться сейчас от атаки по левой стороне. К сожалению, не успевает мега-рыцарь скакнуть на правую сторону, и в итоге у меня проблемы слева. Правда, проблемы эти решаются сами собой, мега-рыцарь просто не долетает до моей вышки. Ну а теперь надо защищаться по правой стороне, к сожалению, умирает быстро мой охотник. Скидываю я громовержцев, так как понимаю, что игра уже идет к концу, и, скорее всего, здесь будет решаться все по количеству нанесенного урона. Также скидываю бревно, не позволяя магическому лучнику наносить слишком большой урон по моей вышке. И сейчас мы идем ноздря к ноздре с моим противником, очень упорная, сложная игра. Атакует он очередной раз всадницы на баране. Защищаюсь я от этой атаки при помощи хижины варваров, ну и, к сожалению, магического лучника моего закидывает мой оппонент огненный шар. В итоге все очень плохо для меня складывается в этой игре. На данный момент по моей вышке нанесено больше урона, чем я нанес по левой вышке противника. Ну и последняя минута игры, в которой все и решится. Очевидно, что у противника контр-колода, огромное количество урона по области в его деке. Это и мега-рыцарь, и маг, и огненные духи. В общем, очень сложно мне в этой игре. К сожалению, одновременно с моим противником выставляю я в атаку воздушный шар, но мне здесь уже надо как-то атаковать, потому как уже слишком мало времени остается до конца игры, а мне надо успеть занести урон, как можно больше урона по вышке противника. Именно поэтому продолжаю я атаковать, на этот раз с бочкой со скелетами или тучкой. Противник защищается мега-рыцарем, и теперь у меня снова проблемы. Надо будет защищаться от мега-рыцаря, при этом в прикрытии с магическим лучником. Делаю я это при помощи элитных варваров, по правой стороне надо принимать валькирию, защищаюсь я по правой стороне при помощи охотника, противник туда добавляет пламенного дракона, ну и в итоге докиднуть надо бревно по его левой вышке и надеяться на то, что не успеет он закинуть фаербол в мою вышку. Ну и до конца игры остается уже меньше двух секунд, и победа. По здоровью на вышках, ну очень сложная была упорная игра, достаточно грамотная игра мой противник, плюс у него колода получилась контрящая мою колоду. Но все хорошо, что хорошо кончается, счет становится 6-0, и мы переходим к следующей игре. Сразу же мой противник выставляет арбалет в защитную позицию, ну а я отвечаю на это мини-генераторами, и конечно же буду их пытаться как-то прикрыть. Особенно учитывая то, что противник выставляет после этого сборщик эликсира, это значит, что можно попробовать сейчас проатаковать, ну конечно же надо избавиться от защитного арбалета. Делаю я это при помощи бочки со скелетами и королевских рекрутов, ну и в итоге моя атака наносит небольшой урон по правой стороне, по левой стороне, к сожалению, никакого урона не занесено. При этом видно, что у противника часть карт 8 уровня, это очень хорошо для меня, скорее всего в этой игре я с легкостью смогу выиграть, но, к сожалению, на момент атаки со спарки у меня не было в руке более подходящей карты, чем элитные варвары, поэтому вынужден я был выставить их на убой, таким образом совсем их, можно сказать, не реализовал, но с главной задачей справился, от атаки защитился, ну а далее надо защищаться от еще одной атаки, при этом по ходу дела я еще контратакую по противоположной стороне, при этом моя контратака наносит очень неплохой урон по вышке противника, ну и далее надо защищаться мне от мини-пеки, делаю я это при помощи хижины варваров, при этом выставляю ее таким образом, чтобы варвары потом пошли по левой стороне, так как по правой стороне я уже вижу, что противник выставил вышибалу, который законтрил бы мою волну варваров, именно поэтому я выставляю хижину так, чтобы варвары все-таки напрягали левую сторону, которая пока не защищена моим противником, ну а далее мой оппонент атакует, вынужден я здесь закидывать фаербол для того, чтобы избавиться от пламенного дракона и скопления его войск, ну а он продолжает напрягать меня, пытаться, причем какими-то достаточно странными атаками, в атаку идет ледяной колдун, хотя это не атакующая карта, то же самое касается дракончика, ну и теперь, значит, я могу перейти в контрнаступление с королевскими рекрутами и бочкой со скелетами, ну и думаю, что одну из своих вышек сейчас в этой атаке мой противник потеряет, прыгает дух исцеления на охотника, и более того, мой противник теряет не одну, а целых две вышки, а может быть даже все три, так как летит на него сейчас атака с воздушным шаром, ну и от этой атаки, да, действительно, он уже никак не сможет отзащищаться, но ничего страшного, у него есть пас рояль, поэтому это испытание он в любом случае пройдет, а у нас уже следующий противник, счет уже 7-0, и начинается игра с того, что мой противник решил пощекодать мне нервы шахтером, а я решил пощекодать его нервы бочкой со скелетами, в итоге моя атака получилась успешнее, плюс я вовремя закинул фаербол, и в итоге мои скелетики успели немножко надамажить вышку противника, правда, далее надо защищаться от атаки с принцем и ночной ведьмой, при этом в колоде противника также присутствуют карты 8 уровня, как и у предыдущего моего оппонента, это также позволяет надеяться на достаточно простую победу, пытаюсь я здесь прострелить через гигантского скелета магическим лучником по вышке, но мой противник успевает выставить валькирию, это рушит все мои планы, надо срочно переходить в режим защиты, и благо, что в моей колоде присутствует хижина варваров, правда, далее противник добавляет еще и пеку в атаку, ну и теперь надо мне еще глубже садиться в защиту, добавляю я мини-генераторы и докручиваюсь до королевских рекрутов, выставляю их, ну и в итоге с атакой противника справляюсь, при этом могу сразу же перейти в контрнаступление, в колоде противника также присутствует башня-бомбежка, кстати, как вариант защитного здания также замечательно она подходит, если вы не будете брать свою колоду, например, хижину варваров, то я рекомендую взять башню-бомбежку, но под нее, конечно же, тогда просится еще ледяной колдун, дракончик и торнадо, так как с торнадо башня-бомбежка замечательно работает, ну а если берем торнадо, то надо брать еще и карты, которые замечательно с ним сочетаются, это как раз-таки ледяной колдун, дракончик, ну или может быть палач, ну а здесь в игре надо уже было мне защищаться от воздушного шара, сделал я это при помощи громовержца и охотника, ну а далее надо избавляться сразу же, не отходя от кассы, от магического лучника, делаю я это при помощи фаербола, правда, к сожалению, не успеваю вовремя выставить рыбака, для того, чтобы справиться с принцем под яростью, в итоге он влетает в мою вышку, и я как-то резко начинаю проигрывать в этой игре, конечно, так дело не пойдет, надо исправлять ситуацию, но для начала надо защититься от очередной атаки моего оппонента, очень агрессивно он здесь играет, я думаю, что сейчас он поплатится за это, выставляет он гигантского скелета, и на этот раз очень удачно я простреливаю магическим лучником через него, наношу неплохой урон по его вышке, далее магический лучник продолжает простреливать по вышке через уже валькирию, ну и затем противник вынужден выставлять ночную ведьму, при этом не очень удачно он это делает, в итоге моя летучка огромное количество выгодных разменов мне приносит, далее еще два выстрела дает по вышке противника, можно отдать в яд в его башню бомбежку седьмого уровня, ну а далее готовлюсь я к защите от пеки, выставляю мини-генераторы, ну а остальное уже стоит на поле боя, плюс можно добавить, чтобы наверняка королевских рекрутов, и в итоге пека не приносит никакой выгоды моему противнику, защищается далее он палачом, очень неплохо палач заходит в данной ситуации, разменивается практически полностью со всеми моими атакующими картами, ну и я решаю перекинуть контрнаступление на противоположную сторону, добавляю в атаку воздушный шар с костяными драконами, далее надо как-то справляться с пламенным драконом, делаю это при помощи громовержца, ну и по правой стороне мой противник запаниковал, отдал только что на убой магического лучника, это значит, что можно попробовать добить его при помощи королевских кабанов, но именно так и получается, в итоге сношу я его по правой стороне и получаю победу, счет становится 8-0, и нас ждет финальная решающая игра, также друзья скажу очевидную вещь, но как показывает практика не для всех она очевидная, в это испытание лучше идти с картами 9 уровня минимум, потому что если вы будете идти с картами 8 уровня, то вам будет гораздо сложнее играть, по-моему это очевидная вещь, но все равно я замечаю, что многие продолжают идти в испытания с картами 8 уровня, при этом видно, что вышки у них 9 уровня, соответственно можно было бы подобрать, наверное, в свою колоду карты 9 уровня, в общем, ребят, смотрите на прокачку своих карт, учитывайте ее обязательно, потому что с 8, а тем более с 7 картами, в этом испытании гораздо сложнее играть, чем с картами 9 уровня. Ну а теперь давайте посмотрим на поле боя, атакуют здесь мой противник с големом и кладбой, ну и против кладбища могу я выставить мини-генераторов, они замечательно справятся с этой атакой, потихонечку они отщелкивают скелетиков, далее выставляю я рыбака, чтобы он натянул, вернее притянул принцессу и избавился от ее халявного урона, ну и все, можно переходить в контрнаступление, выставляю элитных варваров, по правой стороне бочку со скелетами, и как пружина выстреливает моя атака, правда пружинка оказалась не совсем сильной, в итоге противник легко справляется с этой атакой при помощи дракончика, добавляет также он летучек мышек, ну и моя летучка вот только сейчас фокусится на дракончике, и потихонечку будет она от него избавляться, к сожалению не было у меня подходящей карты для защиты от дровосека, поэтому решил я перейти в наступление с королевскими кабанами, ну и попутно при помощи бревна добить дровосека, правда теперь надо защищаться будет от мини-пеки, противник выставляет огненную лучницу, ну и это значит, что в первую очередь, конечно мы будем избавляться от нее, при помощи королевских рекрутов, защищается мой противник очень качественно при помощи вышибала, ну и издалека хочу я избавиться от этого гиганта синего, делаю это при помощи магического лучника, ну и заставляю противника затем отдать яд моего магического лучника, готовлюсь к защите, выставляю охотника, чтобы избавиться наконец-то от вышибала, закидываю фаербол в плача, таким образом, чтобы он вытолкнул его на радиус действия атаки моих костяных драконов и охотника, и в итоге вот так в атаке избавляюсь от палача, и надо готовиться принимать теперь атаку с големом, помню я, что в колоде противника присутствует кладбище, но при этом в данной ситуации принцесса гораздо неприятнее, так как она будет избавляться от варваров, именно поэтому я решаю отдать яд в принцессу, ну а защищаться от кладбы я буду при помощи мини-генераторов, при этом рыбаком перетяну голема на противоположную сторону, чтобы моя вышка начала фокусить скелетиков, в итоге мой план удался, и теперь надо защититься от карт поддержки в виде дровосека и дракончика, справляюсь я с этой атакой достаточно просто, правда по левой стороне сейчас у меня назревают проблемы, решаю я эти проблемы при помощи элитных варваров, скидываю также бревно, чтобы добить стражи, ну и по правой стороне все, что остается сделать, это докрутиться до фейербола или яда, и таким образом победить, правда для начала надо отзащищаться, ни в коем случае не потерять свои вышки, потому что сейчас очень опасное время игры, у меня минимум эликсира, но я решаю сыграть рискованно, перехожу в наступление с воздушным шаром, противник в этот момент атакует с мини-пекой и вышибалой, ну а я выставляю охотника, и долетает мой воздушный шар в итоге, и приносит мне победу, таким образом счет становится 9-0, друзья, испытание пройдено, все награды собраны, ну и могу сказать, что лично мне нравятся испытания с мегаколодами, достаточно необычные такие виды испытаний, ну что ж, ребят, удачи вам прохождения этой Испы, спасибо за просмотр, и до новых встреч, всем пока!